Позвольте мне вот этот символ чести, доблести и славы советских воинов вручить. Этот флаг прошел с нами по всем дорогам России. Символ Великой Победы и символ автопробега с этого дня будет храниться там, где началась война. В мемориальном комплексе Брестская крепость. Гитлеровцы планировали захватить ее к 12 часам дня 22 июня. Защитники крепости сдерживали вдвое превосходящие силы противника больше месяца. Русские сражались до последней минуты и до человека последнего, напишет Отто Скорцени в своей книге «Специальное задание». Для наших народов, тех, кто боролся за мир, кто защищает мир, ваш приезд свидетельствует того, что мы чтим память тех, кто отдал жизни на земле Бреста, Брестской крепости, под Москвой, Ленинградом, Смоленском. Завершение миссии автопробега в святом месте нашей истории прошло достойно. Свидетелями его стали жители и гости города. Брест не впервые принимает у себя делегации из разных уголков, но такая яркая команда здесь впервые. Автопробег. Когда еще машины шли по городу, уже позвонили, сказали, очень красочно, очень красиво все, запоминающийся. Много людей в форме, то есть он так выделяется немножко из тех автопробегов. Многие из участников автопробега бывали в Бресте в советские времена. Возвращение через годы лишь усилило эмоции. Возможно, и какой-то из исторических автомобилей клуба «Они сражались за Родину» воевал на белорусской земле. Эти факты история пока скрывает. Семь из восьми машин дошли до места назначения своим ходом. Мы понесли боевые потери. У нас сломался мотоцикл. У нас сгорела катушка, соответственно, на ГА-67Б. Но он 42-го года выпуска, поэтому ему уже за 70 лет давно старику. Но они дошли. Дошли. Мы считаем, что они подбиты врагом. И мы, как раненых товарищей, увезем обратно домой в Самару. Людской ресурс оказался сильнее. Усталость и плохая погода не помешали выполнить задуманное. В обратную дорогу военная техника отправилась уже на автовозе. У участников автопробега наконец-то будет время и возможность собрать вместе впечатления. Подводить итоги будем по возвращении. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События.